здравствуйте мои хорошие канала и вторую надежда пользуюсь случаем я поздравляю вас всех с наступившим новым 2020 годом я желаю вам как я обычно люблю желать исполнение ваших целей ваших желаний и все то что вы себе задумали и всегда помните что ваша судьба ваших собственных руках никто вас не заставляет работать на нелюбимой работе там быть с нелюбимым человеком страдать от того что вам он делает больно если вам что-то не нравится вы всегда это можете поменять помните пожалуйста об этом и меняйте свою жизнь в самую лучшую сторону а у нас сегодня расклад на три позиции который будет называться прошлое настоящее будущее по вашей ситуации и я не знаю какая здесь будет ситуация да вот тот поток который пойдет я его так и буду читать и поэтому пожалуйста внимательно слушайте если позиция ваша если вы понимаете что есть резонанс то вы слушайте дальше чтобы не было ну я не знаю дурацкие комментарии которые самого начала ничего не сошлось и до самого конца ничего не сошлось ну конечно если самого начала не сходится зачем вы смотрите в том же тратите свое время и мое время на прощение комментария что эта позиция была не ваша да она была не ваша не надо было ее смотреть три колоды которыми я буду смотреть это колодам до того называется райдер уэйт по мотивам я бы сказал то райдер уэйт таро радиан души это классика и таро последствия это тоже по мотивам райдер уэйта сигнификации я всегда делаю поэтому не спешите сразу смотреть когда открываю карты всегда послушайте что если ваша позиция резонирует по сигнификации вы ее смотрите если нет то вы ее не смотрите я надеюсь мы все взрослые адекватные люди которые понимают суть происходящего суть происходящего заключается в том что вы можете интуитивно свою позицию почувствовать а если небо не получается тогда и не случается то вы смотрите сигнификации если понимаете что ситуация не ваша закрывайте видео и не смотрите дальше либо смотрите есть еще две другие позиции здесь видео будет на три позиции я надеюсь что мы друг друга поймем все все неадекваты которые хамят все давно находятся в достойном их месте который называется бан ни с кем сюсюкаться не собираюсь и не собираюсь когда мне тыкают хамят еще что-то людям объяснять без объяснений сразу бан и все потому что мои подписчики тоже за меня заступаются и не хочу не хочу чтобы кто-то тратил свое время свои нервы на полных неадекватов но видимо в год крысы вот повылазили вот серенькие с хвостами с маленькими блестящими лапками видимо что-то в этом есть но ничего подобного на моем канале не будет вы всегда знаете что это некая тихая гавани где все друг друга уважают и где все взрослые адекватные люди где понимают зачем мы здесь находимся что мы здесь делаем итак мы начинаем с первой позиции ваше прошлое здесь я буду смотреть девочки в общем как я уже говорила в самом начале какая ситуация пойдет о чем покажет то мы и будем смотреть итак ваше прошлое здесь мы здесь смотрите здесь женщина держалась ситуацию своих собственных руках до здесь женщина сильная здесь женщина которая может брать ответственность за любой момент своей жизни это может быть касаться семьи это может касаться работы это может касаться карьеры может касаться отношений все здесь женщина вывозила на себе при этом да она чувствовала себя востребованной она чувствовала себя любимой но она понимала что пока она главенствует в этой ситуации пока она ей рулит, до тех пор ситуация будет продолжаться. Стоит здесь потерять бдительность, стоит здесь немного расслабиться, и ситуация пойдет вот как-то вот по накатанной вниз. Собственно, что здесь и произошло. Здесь перестала женщина так сильно эмоционально или физически вливаться в эту ситуацию, и обнажились некрасивые стороны либо партнера, либо коллег, либо других людей, и все. Здесь каждый продемонстрировал свое лицо. Здесь каждый продемонстрировал, кто что в этой жизни стоит, и кто что в этой ситуации пытался поймать, пытался поиметь. Да, и та женщина, которая смотрит, здесь она сказала, ну хорошо, не получается по-хорошему, тогда вообще не будет никак, потому что я знаю, кто я, я знаю, что я, я знаю, чего я в этой жизни достойна. Вот, и поэтому не хотите по-хорошему, по-плохому не будет, потому что не будет вообще никак. Вот такая здесь показана ситуация. Любви конец, отношениям конец, сотрудничеству конец, работе конец. Здесь все. Здесь женщина научилась в себе проявлять какие-то мужские качества. Изначально здесь женщина сильная была, как я говорила, да, она всю ситуацию могла держать в своих собственных руках, но она держала по-женски, да, это такая нежная сила, которая где-то уговорами, где-то проявлением любви, заботы, она выводила, выруливала ту ситуацию, о которой здесь речь. Девочки, подбирайте под себя, да, опять же, у кого работа, у кого отношения, у кого семья. Но только здесь женщина стала понимать, что ей мало быть женщиной в этой ситуации, и здесь как-то вот поменялись ролями. Женщине перешло здесь быть вот такого вот мужчиной в юбке буквально. И для того, чтобы не терять свою собственную самооценку, для того, чтобы не терять авторитет даже в своих собственных глазах, вот она здесь рубанула и сказала, все, мне не нужна какая-то закулисная игра, мне не нужна ситуация, когда все только от меня зависит, и до тех пор, пока я вкладываю что-то есть, а как только я хочу отдохнуть, либо отхожу от этой ситуации, и ничего не происходит, она говорит, мне так не надо, я ничего подобного не хочу, не хочу. Пусть я буду злой, пусть кто-то скажет, что я чересчур агрессивная, чересчур категоричная, но я устала. Я устала все тащить на себе. Настоящая. Но она здесь осталась при своих, то есть сказать, что здесь женщина что-то потеряла, нет, она не потеряла, она здесь просто скинула каких-то нахлебников и потребителей. Оставшись при своих, она сейчас все это наращивает и приумножает. Она здесь смело смотрит в будущее, у нее здесь есть цели, у нее здесь есть планы, отказалась здесь, кстати, уже женщина от каких-то привязанностей, от каких-то зависимостей, что если на начальном моменте, пусть здесь и были переживания, рубануть-то рубануло, но карта повешенной, она всегда говорит, что мы при этом что-то теряем, кто-то эмоции, кто-то теряет, вот жертвует своим нервным состоянием, то здесь женщина уже даже от каких-то зависимостей отказалась, перестала нуждаться в обществе кого-то или перестала нуждаться в одобрении кого-то. Здесь она сама по себе, и она четко понимает, что до тех пор, пока ситуация в моих собственных руках, все в моей жизни будет хорошо. Я не могу на кого-то надеяться, я не могу здесь на кого-то положиться, я у себя сама, и лучше меня, для меня ничего хорошего никто не сделает. Такая здесь самостоятельная стала. Женщина работает, зарабатывает, строит планы на будущее, и вот этому дьяволу, который связывал ее, конечно, по рукам и по ногам, она ему сказала адьес, мой друг, адьес. Что еще здесь происходит в настоящем? А еще здесь женщина решает чьи-то параллельные проблемы. Это может быть проблемы семьи, проблемы подруги, проблемы сестры, проблемы мамы, дочери, у кого как. То есть, видите, сама по себе, сама по себе, и те, кто злоупотреблял ее временем, доверием, ее любовью, она с теми попрощалась. Но те, кто для нее еще важны, те люди, в которых она видит смысл, вкладываться эмоционально, как-то физически, помощь здесь есть, физическая помощь, материальная помощь, совет, поддержка. Она здесь все равно продолжает нести миссию такой, знаете, вот хранительницы, берегини, дарительницы, покровительницы. Да, здесь сейчас, помимо того, что женщина занята своими собственными делами, она здесь еще кому-то помогает. Может быть, здесь женщина работает, и ей дали, например, стажера какого-то, да, или женщина здесь параллельно там ухаживает за мамой, за сестрой, или помогает им сидеть с детьми. Ну, вот здесь, может быть, все, что угодно, сказать, что она здесь одиночка такая, живет сейчас только своими интересами. Нет, в ней не умерло чувство, что некоторые люди без меня здесь не обойдутся, и поэтому, да, я должна им помогать. Но, знаете, вот чувство своего такого собственного долга, что я должна, и я считаю, что именно этим людям необходимо сейчас помогать. Ну, и давайте смотреть ваше будущее. Сроки вы закадываете сами здесь. Я думаю, сроки будут небольшие. Тоже такие расклады я все равно повторяю. Что у нас здесь? Что-то с кем-то здесь вы воевать будете в дальнейшем. И, знаете, здесь такая, какая-то священная война за правду здесь у вас будет. Да, кого-то здесь вы в будущем будете наказывать за нехорошие поступки. Знаете, как здесь такая женская сатисфакция по поводу того, что кто-то когда-то вам что-то не додал, или кто-то вас не выбрал, или кто-то здесь вас подставил, кто-то вас вам здесь сделал больно. Вот здесь месть, холодное блюдо. Вот здесь о чем карты говорят. Так, давайте сейчас еще посмотрим, что здесь в будущем. Здесь восторжествует, девочки, справедливость. Смотрите, здесь какие-то карты. Вот смотрите, здесь кого вы намеревались наказать, здесь вы их накажете. Кому вы желали вот такой вот справедливости, что вот было больно мне, или было неприятно мне, потом вы узнаете, что этим людям было больно, или было неприятно. Вы сами знаете, что я не люблю смотреть ситуации бумеранга, но когда они здесь четко прослеживаются, здесь я об этом молчать не могу. Здесь каждый получит по заслугам, и вы здесь будете вот такой вот фемидой, которая здесь будет истиной в последней инстанции. Кто перед вами виноват, здесь они поймут свою вину перед вами. Кому вы сделали в свое время очень много, будут ли они вам возвращать. Они здесь, знаете, как здесь они просто уйдут из вашей жизни с сожалениями ли уйдут, с эмоциями. Тут знаете как, тут смотрите, о чем здесь карты говорят. Здесь карты говорят, что в принципе справедливость восторжествует. Все те, кто должен быть наказан, они здесь будут наказаны. Те, кто исчезнет из вашей жизни, они поймут, что ну уже большего они в вашей жизни дать хорошего не могут. Что они с добрым, с красивым лицом, с приглаженным, с набритым, или с намакияжным, они уже появиться в вашей жизни не могут. То есть вы уже маски с них в свое время сняли. И поэтому этим людям самый лучший вариант будет в этой ситуации просто нейтрализоваться в будущем в надежде на то, что вы когда-нибудь обратите на них внимание и вы когда-нибудь дадите им шанс. Прилетит здесь девочки бумеранг? Здесь прилетит. Здесь видите, здесь все, что вы в свое время потеряли из-за кого-то, да, или благодаря кому-то, все вам вернется. Вы почувствуете вот эту мощь, и вы почувствуете вот ту самую, знаете, вот фемиду, которая вот по справедливости каждый получит то, что заслужил, за что боролись, на то и напоролись. вот здесь такая ситуация. Те сроки, которые вы загадали, вот в этот срок вы уже начнете получать информацию, что если кто-то делал вам больно, то теперь ему больно. Что если где-то вы в человека вкладывали, вкладывали финансы, например, там, или свое время, вы будете видеть, что вам прибывает откуда-то, да, из каких-то вселенских источников, а у того человека нету. То есть больше здесь я не буду дальше докладывать карты, потому что здесь, в принципе, понятно, здесь кармический урок не ваш, здесь вы, похоже, тот урок, который у вас был, вы его прошли здесь с достоинством, и теперь судьба, высшие силы, они просто будут теперь заслуженные дивиденды всем выдавать. Кому-то в плюс, кому-то в минус, так что здесь вот так вот здесь интересно получилось. Не люблю я, конечно, смотреть на ситуации в общем, но вы пишете, что это важно даже просто вот посмотреть такой какой-то общий расклад на ситуацию. Надеюсь, что расклад помог вам здесь где-то успокоиться, где-то понять какие-то моменты, которые для вас были закрыты, которые вы не видели, в которых вы хотели разобраться. И, конечно же, жду ваших лайков, жду ваших комментариев и надеюсь, что данный расклад действительно вам помог. Цель была здесь помочь и прояснить какие-то моменты, которые вас могли волновать. Итак, это была первая позиция. Так, позиция номер два. Девочки, которые под второй позиции, говорю девочки, потому что мальчиков очень мало. Если мальчики смотрят, то здесь о мальчиках речь. Просто перекладывайте это на себя. Так, что у нас здесь? Прошлое. Какая ситуация здесь была? Здесь об отношениях речь, об отношениях, которые были невозможны в силу там несвободы вашей или несвободы мужчины. В силу того, что мужчина, например, очень занят был там и не мог отдавать вам все свое время, а отдавал там работе, занятости. У него там, например, семья, мама, папа и все туда, туда, туда. А себя вы чувствовали здесь в определенное время таким запасным аэродромом, которому приходит напитаться эмоциями какими-то, любовью, лаской. И дальше весь такой вот напитанный побежал, а вы остаетесь здесь опустошенная. Что еще здесь? Отношения здесь могли быть на расстоянии, либо отношения, что мужчина приезжал, уезжал, приезжал, уезжал. Не вижу здесь в прошлом ситуацию, чтобы вы с этим человеком как были вместе, так и остались вместе. Здесь в любом случае, даже если это был ваш муж, то здесь было расставание. Отношения по интернету здесь тоже могли быть, когда вы впоследствии стали понимать, что они я все-таки на первом месте. Либо здесь действительно отношения, что у вас был, например, мужчина, и с этим вдруг внезапно познакомились, либо вдруг внезапно узнаете, что там параллельно с вами есть какие-то другие отношения. но так или иначе здесь отношения пришлось прервать, потому что вы стали испытывать, ну вот луна, видите, девятка мечей. Здесь стала падать своя собственность, самооценка. И здесь вот когда вас выпивали здесь полностью, и вы не успевали восстанавливаться, здесь могли терять в деньгах, здесь могли терять в работоспособности, здесь мир мог вам казаться каким-то серым, безразличным. Ну, конечно, когда падает самооценка, нам здесь особо ни до чего, не хочется ни работать, ни ухаживать за собой порой. Да, ну такая здесь мне показана ситуация. Вот этот вот дурак здесь, так хочу сказать дурак, вот он буквально пользовался вами для того, чтобы поднимать свою собственную оценку, для того, чтобы получать из вас как из такого щедрого, безвозмездного источника. Шанс какой-то он вас видел, ну-ка сейчас какой шанс. Знаете, какой шанс? Тоже здесь вот рассматривал, да, здесь запасной вариант, что если вдруг моя жизнь случится, что я никому не нужен будет, то вот этой женщине я точно буду нужна, она мне здесь точно будет ждать. и скорее всего здесь и манипуляции были в том плане, что обещаний много-много-много, а по факту вы стали верить, что всплывают какие-то моменты, которые вас огорчали, расстраивали, и здесь да, здесь с кем-то здесь вы однозначно здесь расстались по причине того, что ложь, обман, манипуляции, запасные аэродромы и что вас буквально энергетически опустошали, не давая ничего взамен. Может быть и давали, но не в той мере, чтобы вам можно было восполнять то, что вы отдавали. Итак, что сегодня ваше настоящее? Отомстить здесь хотите? Отомстить. Причем не сейчас, а в настоящий момент здесь вы понимаете, что здесь вам предоставится случай, судьбой ли он будет предоставлен, либо вы уже действительно как-то запланировали себе, либо вы уже понимаете, что все идет к тому, что вы сможете этому человеку сделать больно. Вплоть до того, что упавшую самооценку поднять до такого уровня, что он меня потом увидит и еще десять раз пожалеет. Вообще, что происходит в настоящем моменте у вас? Здесь такое ощущение, что прошлое с настоящим немножечко накладывается друг на друга, потому что здесь еще ситуация живая и ситуация еще болезненная. Здесь до сих пор еще нет настроения. Здесь ощущение, что что это было? Мной воспользовались и бросили меня? Или я не разглядела в человеке предателя, подпустила близко к себе, а ему ничего не нужно было? Либо я себе настолько нафантазировала, а человек всего лишь не соответствовал каким-то моим ожиданиям? Да, здесь вот это прошлое, которое мы смотрим, оно совсем-совсем недалекое, потому что есть перехлест с настоящим. Ситуацию вы еще не отпустили, вы ее еще перемалываете и все еще болезненное состояние здесь есть внутри вас. Понимаете, что здесь ваш это урок и выводы здесь вы пытаетесь сейчас понять, какие стоит из этого сделать выводы. Понимаете, что это не конец жизни, не конец света, что перед рассветом конечно самое темное время суток. здесь четкое понимание, что у меня в скором жизнь наладится, все у меня будет хорошо, но это мой урок. Давайте посмотрим здесь в чем ваш урок. Карта сама вылетела. Урок королевы пентаклей, что здесь вы можете в себе аккумулировать столько энергии, сколько захотите, если не будете разбазаривать тем, кому не следует. Здесь женщина, которая может быть умной, красивая здесь женщина, которая может зарабатывать очень хорошо. Здесь женщина, которая, знаете, хочет сказать, домовладелица какая-то, владелица ресурсов, владелица финансов. Здесь женщина, которая принадлежит самой себе. Она не будет здесь тем, кого не следует, она их даже близко к себе не подпустит. Вот в этом здесь ваш урок. Как я и говорила, что слишком много вы давали, вас выпивали, а королева Пентакли, она не позволит себя выпивать до дна. Она четко может аккумулировать в себе вот все то, что ей нужно для нормального функционирования, для нормальной жизнедеятельности. Ее можно где-то назвать и жадиной, но это не жадность, это такое разумное распределение. Лишнего не дам, все, чем могу поделиться, я поделюсь, но лишнего не дам. Вот в этом здесь ваш урок. Обрести снова себя, обрести свою целостность и понять, что вы женщина умная, достойная, и что не стоит вами пользоваться. Вот в этом здесь урок. Так, ну давайте смотреть ваше будущее. Сроки здесь вы загадываете самостоятельно, но очень длинные не загадываете. Дело в том, что, как знаете, я такие расклады периодически повторяю. итак, давайте смотреть будущее. А не войдете ли вы снова в это состояние, девочки? Здесь, знаете, как, здесь от того, что не будет быстро найден выход из ситуации, здесь, знаете, вот пуститься во все тяжкие, но здесь дьявол вас предостерегает от этого. Он будет, искушение случится, и вам захочется в полу до того, что если ты меня не оценил, вон, кто угодно, и просто, ну не с первым встречным, конечно, но просто, знаете, вот без души замутить с человеком для того, чтобы просто поднять свое собственное настроение. Вам ничего хорошего это не принесет, кроме как новое опустошение, а ваша задача здесь наполняться. Кто это, дьявол, а что за второйка кубков в будущем. Да ладно, здесь какая-то бывшая любовь здесь воскреснет. Здесь появится тот, кому уже похоже, и не следовало. Ну-ка, это та ситуация, сейчас посмотрю, которая в прошлом была в недавнем. Да, девочки, это та ситуация, которая была в прошлом. Здесь просто так с этой ситуацией вы пока еще не справились. И здесь вы готовы будете снова давать шансы, снова обманываться, снова проживать в каком-то иллюзорном мире. И здесь, если вы считали, что вы свое сердце, душу закрыли на замок, то это не так. Шансы здесь еще будут даны. И поэтому здесь вот просто будет маячить, будет напоминать о себе. сердце будет по-прежнему болеть, кровоточить и плакать. Только-только зарастет и снова здорово. Только-только зарастет и снова здорово. Но здесь я хочу сказать, что до тех пор, пока вы будете давать шансы тому человеку, кто является потребителем и который ничего не дает взамен, до тех пор вы будете страдать. Здесь вам нужно четко понять, кто вы здесь в этой ситуации. тройка мечей, которая плачет, страдает. Либо вы королева пентаклей, которая знает себе ценность и которая больше уже подобного отношения к себе не позволяет. Прошлое вас просто так не оставит. Все равно будет появляться маячить в вашей жизни. Вот просто, знаете, из руин будет вставать и пытаться с вами здесь как-то, знаете, вот, а давай сначала начнем. Или просто, знаете, вот под дурака зайти, просто пообщаться или сделать вид, что между вами вообще ничего не было. Или он вообще ничего не понимает. Ну, здесь смотрите, давать шансы или нет. Но я говорю, пока вы этот урок дамы пентаклей не пройдете, здесь вот тройка мечей, она пока здесь так с вами рядом и будет. Я надеюсь, вы меня услышали. Я надеюсь, расклад понравился. Надеюсь, смогли сделать какие-то выводы, либо на будущее вы их сделаете. жду от вас лайков, комментариев и еще раз с Новым Годом. Так, это вторая позиция. Третья позиция. О чем здесь пойдет? Опять же, я не знаю, ваша ситуация это или не ваша ситуация. Здесь сможете понять только вы. Я буду читать, исходя из того, что я вижу. Ну вот опять же здесь, но здесь большая-большая любовь. И здесь любовь взаимная. И здесь любовь, когда женщина чувствовала себя нужной, любимой, востребованной, которая любила и была любимой. Вот для которой, вот то чувство, которое она испытывала, это был ее определенный мир, которым, но она, наверное, вот о таком чувстве хочется бегать, кричать, хочется радоваться каждому дню, никого лишнего туда не впускать, но при этом своим счастьем как-то обогреть тех, кто рядом. Такая здесь информация. Любовь здесь заслуженная была, любовь здесь выстраданная была, здесь вот этой любви предшествовали не совсем приятные ситуации, не совсем приятные события. И здесь та любовь, те чувства, которые были, знаете, это как вознаграждение какое-то за ваше тяжелое какое-то прошлое. Знаете, вот как вот благодарность судьбы или как подарок судьбы вам такое большое чувство. возникло чувство недавно, спонтанно, неожиданно, что вы даже очухаться здесь не успели, как вы влюбились. За любимого готовы были в огонь и в воду. Все готовы были ему отдать. Вам не важно было, кто он, что он. Вот это не важно было. Ради него готовы были вот просто пожертвовать, поставить на кон все, что у вас есть. Потому что любовь, потому что любили. Здесь могла быть даже ситуация, что вы, находясь в браке, могли ради любимого человека разрушить свою семью. Либо готовы были разрушить свою семью, потому что на фоне той любви, которая случилась с вами, уже ни о каких отношениях с другим мужчиной здесь речи не могло быть. Для других, кто не был в браке, даже если перед вами поставь шеренгу самых достойных мужчин, самых красивых, самых шикарных, они вам были вообще неинтересны, потому что одно дело все другие хорошие, достойные, а другое дело свой собственный, которого я люблю и ради которого я готова все. Вот затмил перед вами весь белый свет. Вставали с мыслью о нем, засыпали с мыслью о нем и все ради него готовы были. да, но здесь у большинства все-таки проиграется, что помимо вот этой большой любви рядом с вами присутствовал либо маячил другой мужчина и вы на него здесь забили в свое время ради вот того другого. Готовы были не выбирать другого, готовы были или расстаться, если этот мужчина был, или игнорировать знаки внимания других мужчин. Вот такая здесь прям большая-большая любовь, которая случается не так часто и не с каждым человеком. Настоящая. А в настоящем здесь этой любви уже нет. Здесь разруха, пустота, разочарование, дыра здесь, девочки. И мысленно мечтаете, чтобы все повторится, чтобы он вернулся, чтобы он как-то дал о себе знать. Здесь для кого-то частично проиграется, что здесь мужчина может находиться, например, в местах не столь отдаленных, да, и ожидание, что он наконец-то вернется. но это частично, потому что башня может отыгрывать ситуацию тюрьмы, заключение какого-то, да, изоляции какой-то. Вот тогда здесь это временный такой момент, который вы понимаете, что скоро все закончится. Для тех, кто на этой любви уже поставил какую-то точку, где уже ничего не хочет, либо уже здесь большие страдания были, потому что большая любовь, она часто сопровождается переживаниями и какими-то негативными эмоциями, потому что полная гамма спектра чувств присутствует в настоящей большой любви. Если здесь отношений нет, то все равно отпустить внутренне, эмоционально вы еще человека не смогли, и ждете, что жизнь или судьба вас снова сведет и снова вам будет дан шанс на то, чтобы эта любовь снова воскресла. У вас здесь четкое ощущение, что этот человек в вашей жизни был не просто так, что это действительно кармический партнер или судьбоносный партнер. Вы так или иначе собираете какую-то информацию о его жизни. Каким уж это способом, я не знаю, там соцсети или через знакомых, или вы с ним как-то вот видитесь, а его жизнь частично здесь вы знаете. И вы ждете, что он вернется в вашу жизнь. Очень сильно ждете здесь. Потому что понимаете, что такие отношения просто так закончиться не могут. да, видите, здесь ожидание того, что пройдет какой-то момент, трансформация и прошлое снова повторится. Снова между вами все будет хорошо. Или помиритесь, или он вернется, или что-то здесь такое, чтобы прошлое снова воскресло. давайте смотреть ваше будущее. Будущее здесь сроки вы загадываете самостоятельно. Но я не рекомендую долгие сроки, потому что такие расклады будут повторять. Они всегда интересны, пусть они не привязаны к какому-то конкретному событию, которое вы хотите спросить. но если вы попадаете в свою позицию, то здесь подсознательно из вашего сознания, подсознание из вашей памяти вытаскивается самое яркое. Давайте смотреть будущее ваше. А таки вернется девочке. Долго здесь по срокам, даже не в тот срок, в который вы загадали. Здесь гораздо дольше. Рыцарь Пентакли у нас товарищ очень медленный, он неторопливый, но зато если он идет, то он идет не сбиваясь с курса. Не знаю на чем он там ползет, на черепахи, на четвереньках, раком он здесь ползет, не знаю, но он ползет в вашу сторону. И опять же видите колесо фортуны. Провернется здесь колесо, человек даст о себе знать. У кого-то напишет, у кого-то позвонит, кому-то он лично здесь приедет, но здесь с обязацией ему будет с вами необходимо. Для чего он дьявол? Он видите, подпустить вас не может. И что делать с этими чувствами, с этими отношениями или с вами здесь он тоже не знает. Быть наверное вместе не могу, отпустить я тоже не могу. и находясь в состоянии, что мы не вместе нам ну не получается до сейчас быть вместе, оно его в состоянии не отпускает. Для него это тоже знаете такая ситуация, с которой он просто так попрощаться не может. Это дьявол зацепил его глубоко. И он же ему и будет давать пинка под пятую точку и говорит давай-давай появись напиши свяжись с ней. Он говорит я не знаю как во мне здесь борется там душа и разум ничего там на месте разберешься. Но вернется девочки не сто процентов не стопроцентно искренне или не со стопроцентным будущим готовым для вас здесь вернется с надеждой на возобновление отношений но тайну какую-то он будет держать. Что здесь за тайна может быть там другая женщина или там не знаете его собственно семья которая там против не против либо еще что-то у каждого здесь отыграется по-разному но просто так отпустить вас из своей жизни он здесь не может он все ведь и позволить не может вот для него задача номер один самое главное пусть не сейчас но попозже обязательно с вами наладить взаимоотношения потому что тянет его манит влечет отпустить не может попрощаться не может расстаться не может ему тяжело без вас и тяжело и одиноко и видите как ему снова хочется вот этого праздника который был рядом с вами вот это ощущение внутреннего полета когда эмоции через край когда снова я получаю удовольствие и мне хорошо то есть здесь девочки смотрите здесь товарищ которым была большая любовь и с которым сейчас ничего не происходит здесь он появится еще в вашей жизни не может он без вас вот ровно так же как вы здесь пока без него не можете в каком он ключе придет либо насколько он вам нужен или не нужен будет того моменту как он доползет там на своей черепахе я не знаю нужен вам он будет или нет там вы уже сами будете решать то что он появится здесь обязательно появится это его здесь такой святой долг перед самим собой видимо тоже какие-то гештальты не закрыты и они не позволяют ему жить спокойно своей собственной жизнью до тех пор пока он снова с вами вот под ноль как-то отношения не восстановит да видите здесь без конкретных обещаний здесь будет да здесь опять же будет знаете вот флер какой-то тайны там или флер каких-то нерешенных проблем безусловно здесь все это есть ну видите но без вас ему тоже здесь никак я надеюсь я смогла прояснить какую-то ситуацию надеюсь в этом раскладе вы нашли ответы на свои вопросы если вам расклад понравился то конечно же жду от вас пальчиков вверх пишите комментарии и снова с новым годом вас наверное здесь вплоть до 19 января здесь наверное и я и все торологи мы будем поздравлять ваш наших зрителей потому что новый год это время чудес и все мы как маленькие дети в них верим и это хорошо пока мы верим в чудеса в нас живет наш маленький ребенок и именно наш маленький ребенок дает нам желание жить желание творить желание делать что-то хорошее любить влюбляться чего-то достигать для того чтобы польстить вот этого маленького маленького человечка который находится внутри нас ну а на сегодня все До встречи в новых видео. Всем пока-пока.